Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу рассказать вам про мой, во-первых, актуальный уход, какие средства я использую перед макияжем, ночью, днем и в целом, когда мне нужно увлажнить мою кожу, и, конечно же, познакомить вас подробнее с моими находками. На сегодня это будет бренд High Skin, корейский бренд, все как мы любим, наша любимая Корея. Поэтому, если вам интересно, что же я такое нашла, понравилось мне или нет, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Вначале давайте поговорим о самом бренде, потому что я поймала себя на мысли, что сейчас выбрать что-то себе стоящее и в целом вообще разобраться в обилии этих корейских брендов действительно очень сложно. Ты заходишь на маркетплейс, и ты приходишь очень в золотое яблоко, и там просто полки ломятся от разной разнообразной, хорошей иногда и не очень косметики. Поэтому, мне кажется, сейчас такой важный период, когда нам нужно с вами осесть, подумать, задуматься все самим, протестировать и сложить свое мнение. Собственно, я здесь, чтобы знакомить вас и надеюсь, что вам понравится сегодняшний обзор. Давайте поговорим о бренде High Skin. High Skin — это многоступенчатый корейский уход. Честно говоря, они представлены просто везде, потому что, когда я начала знакомство, я начала проверять, как, что. И я нашла их на маркетплейсах — это Ozone, Wildberries, это золотой яблоко, это L'Etoile. Это я к тому, что вы, скорее всего, про них слышали, скорее всего, вы их видели. И вот такие красивые бутылечки тоже вам уже встречались, возможно, даже и отзывы читали. Если говорить о самом бренде, то здесь просто заслуживает какого-то уважения, потому что косметика, во-первых, не тестируется на животных, и, во-вторых, что важно, используются разлагаемые упаковки. Я не могу сказать, что я делаю на 100% что-то для окружающей среды, но когда у меня есть возможность поддержать бренды, которые стараются, которые хоть какие-то подвижки делают в эту сторону, я максимально всегда рада, потому что, ну, это здорово, природе всё-таки нужно заботиться. И дальше давайте поговорим о линейках, которые представлены у бренда. У меня линейка с гиалуроновой кислотой, я подробно про неё дальше расскажу, что там представитель бренда про неё пишет на своём официальном сайте, что мне показалось, но непосредственно там есть ещё другие линейки. Голубая — это с гиалуроновой кислотой, зелёная — это муцин, улитки, мы все тоже знаем про эти магические свойства этого магического зелья, и, соответственно, рыжая линейка — это с коллагеном. А ещё у них вышла новая супер-пупер линейка, увлажняющая Aqua Balance. Мне она тоже, кстати, понравилась, заинтересовала, возможно, в следующий раз тоже мы с ней познакомимся, потому что я максимально про увлажнение, у меня очень сухая кожа. И я сейчас ретинолчиком пользуюсь, но и в целом, как бы, иногда пропускаю какие-то этапы увлажнения, как бы вы сейчас не отписались от меня, не выключили это видео, но, в общем, в целом, моя кожа всегда нуждается в увлажнении, поэтому, когда я выбирала, что мне протестировать, что мне посмотреть, конечно же, максимальное моё внимание привлекла вот эта гиалуроновая линейка, потому что, если вы подписаны на мой телеграм-канал, а я надеюсь, что вы подписаны, потому что там так интересно, у нас общения, мы советуемся, какие-то там промокоды, скидки, акции, девчонки там просто уже в своём мире живут в комментариях, отдельно без меня там идёт движуха, поэтому, если вам интересно, то обязательно посмотрите, ссылочка будет и здесь, и в описании, и вообще везде. И я постоянно говорю, что я обожаю уход с гиалуроновой кислотой, я люблю, чтобы вот так было скользко, чтобы вот эта гелеобразная текстура, чтобы она была такая наполненная, я не знаю, вот у меня все тоники, которые были с гиалуроновой кислотой, это мои самые любимые тоники, кремчики, восторг, уважаю. И когда, конечно, я выбирала, я изначально даже не задумывала, что комбинированная кожа, наверное, больше всего всё-таки гиалуроновая кислота мне подходит. Нет, я просто увидела, и я беру, потому что я это обожаю. Я это очень сильно люблю. Что бренд сам говорит о себе, об этой линейке на официальном сайте? Во-первых, что это растительное сырьё используется, да, при изготовлении этой косметики низкомолекулярная гиалуроновая кислота из соя. Также в этих средствах присутствует комплекс витаминов В, Е, Э и А. И безопасные составы, длительное увлажнение до 12 часов. Ну, это, собственно, мы и ждём всегда, когда пробуем, да, какие-то увлажняющие средства. Поэтому здесь я не удивляюсь. И чтобы понять вообще, какое средство перед вами, конечно же, обращайте внимание на упаковку. Я вам уже сказала, что это зелёная, рыжая серия, голубенькая – это гиалуроновая кислота. И здесь тоже есть такие интересные подсказочки, что если вы недавно начали пользоваться косметикой, или вы не запариваетесь вообще, там, сыворотка, я не знаю, масло, гель, тонер, вообще, когда это использовать, что это, то бренд о вас подумал и написал вот такие тут прекрасные точки. То есть мы смотрим, например, ага, у нас с вами скраб. И скраб у нас идёт, по идее, третьим, опа, и скраб у нас идёт третьим этапом ухода за нашей кожей. То есть здесь тоже такая небольшая подсказочка. Честно, я когда только-только там начинала свои пути в косметике, я помню, что я даже выписала, ну, я тогда была совсем маленькая в школе, я выписала листочек такой, так, первое – это тоник, второе – это сыворотка. Поэтому я не шучу, ну, это реально прикольно для тех, для кого там какие-то затруднения до сих пор испытываете. И, соответственно, давайте уже знакомиться с этими средствами, поговорим, посмотрим. Я сняла красивые вставочки из ванной, пикантные подробности, чтобы оставались, если вы решили закрыть это видео и, конечно же, обсудим, понравилось мне или не понравилось. Так, у меня есть три средства, там очень много средств линейки, сейчас я вам тоже перечислю. Ох, тут шесть на сайте, но мне кажется, что их было гораздо больше. Это гидрофильное масло для умывания. И, кстати, я когда выкладывала в Телеграме пост о том, что вот мне приехала посылочка Хайскин, я буду смотреть, тестировать, мне сказали, что, во-первых, писали хорошие, про коллагеновый скраб, по-моему, были хорошие отзывы, и были классные отзывы о гидрофильном масле. И я знаю, что это действительно такой фаворит у этого бренда, если вы начинаете знакомство, лучше попробовать масло. И я как-то подумала, ну масло, как я вам покажу, и как-то, ну, хорошее масло, хорошо стирает. Мне хотелось прям гайфануть и вам рассказать. И, честно говоря, я уже пожалела, я уже пожалела, потому что я забыла, что уже солнышко и SPF-ку-то нам нужно смывать, чем гидрофилочкой. Вот, поэтому я как бы от сердца отрываю. Попробуйте, говорят, что очень здорово. Пенка для умывания, скраб для умывания идет под номером 3, хотя я бы, ну, наверное, перед макияжем явно бы не наносила скраб, но я здесь подробнее уже вам расскажу. Тонер, сыворотка и крем. По-моему, там крем тоже делился на дневной и ночной. Ну, в общем, там прям капитальная линейка. Конечно, если мы говорим о том, какой уход себе выбирать, лучше, наверное, что-то брать из одной серии. То есть вы там по гиалуроновой кислоте, все средства, потому что всегда это компоненты, которые хорошо друг другом работают, которые дополняют друг друга. Ну, и всегда в связке любой производитель говорит, что средства лучше работают. Поэтому я, собственно, и постаралась так взять полноценно что-то похожее. Ну, я видела, что девчонки и миксуют, потому что, ну, а почему? Как бы, я думаю, гиалуроновый там крем, да, никак не будет как-то спорить с коллагеном, если это все, конечно, вовремя и так хорошо наносить на ваше лицо. Вот. Еще что важно, эта косметика подходит для любого типа кожи. То есть особенно вот эта серия гиалуроновая, потому что не могу сказать, что у меня сейчас какие-то активные проблемы, воспаление, акне или что-то еще, но это настолько мягко, настолько деликатно работает с вашей кожей, что прям не беспокоитесь. Я думаю, что другие средства, ну, так по описанию, они тоже вполне себе такие хорошие, и я думаю, что тоже вреда вам явно не наделают, а я надеюсь, что что-то прекрасное и хорошее сделают с вашей кожей. И давайте уже поговорим о средствах. Как я сказала, гидрофилочка у меня где-то в сердечке, я не мечтаю, надеюсь, что когда-нибудь мы с ней воссоединимся. Но, тем не менее, наборчик у меня получился тоже очень интересный, давно тестирую и готова вам рассказать свои эмоции, потому что они максимально положительные и приятные. Наверное, начнем со скраба, потому что он все-таки, несмотря на то, что он там в линейке представлен как третий пункт, для меня все равно скрабирование – это больше вечерняя история, это больше история пореже, да, потому что крем мы используем два раза в день, для кого тяжело, потому что я, например, люблю флюидные, легкие текстуры. Вот обожаю. Вот если какой-то очень тяжелый крем, мне прям не понравится, поэтому мне почему-то, наверное, гиалуронка нравится, потому что она прям просто впитывается, и прям кожа насыщается моментально, и чувствуешь себя так хорошо с ней. Вот, соответственно, скраб я использую, давайте я вам его покажу. Красивая покупочка для вас сохранила, у меня тут просто уже гора этих коробок, но я хочу, чтобы вам все было красиво и наглядно, и прям как будто вам прислали, потому что вы этого достойны, дорогие мои, вы этого достойны. Давайте откроем, конечно, так как я пользовалась, это все уже открыто, не буду вас обманывать, и посмотрим. Во-первых, честно скажу, что эта косметика, на мой взгляд, бюджетная, middle сегмент, то есть это далеко не люкс, там цены очень приятные, на официальном сайте это примерно 700-900 рублей, на зависимости от средства, и я видела, что на золотом яблоке вообще тоже много акций, скидок, ну, я думаю, что там на сайте тоже есть выгодные предложения, я, кстати, вам в конце расскажу одно из них, поэтому оставайтесь, досматривайте, и я поделюсь с вами кое-чем секретным. И несмотря на то, что это достаточно такие бюджетные, middle сегмент средства, я реально удивилась, насколько приятно держать эту упаковку в руке, какая она качественная, посмотрите, вот видите, такая глянцевая, да, здесь глянцевый рисунок, и вообще в целом, ну, прям приятно, то есть, правда, у меня есть средства за 2000 рублей, и я такая, ага, неплохо, буду пользоваться и наслаждаться. И, соответственно, это скраб, но каково было мое удивление, потому что я когда заказала, я посмотрела, что у меня какая-то гелевая интересная текстура, я подумала, у меня ни разу в жизни не было гелевых скрабов с гиалуроновой кислотой, поэтому я максимально заинтересовалась, я не хотела какой-то тяжелый скраб, не хотела какой-то скраб, который будет травмировать, скрабировать, с какими-то частицами, мне хотелось вот помягче, потому что все-таки я за кожу своей немножко деликатнее к ней отношусь, вот. И, соответственно, я была вообще не готова, и я не знала, что это будет. Посмотрела какой-то гель, думаю, ну, интересно. Кстати, вот как мы обсудили, да, номер 3, производитель пишет, и здесь 120 миллилитров. И кого было мое удивление, что для меня это скорее не скраб, потому что мы привыкли, что это скрабирующие частицы, а для меня это больше пилинг-скатка. Я не знаю, у меня были от других производителей тоже хорошие средства, и мне так напомнила текстура пилинг-скатку, поэтому я вначале, честно, нанесла многовато. Поэтому первое, что я хочу сказать, когда вы используете этот пилинг, вы сначала чуть-чуть нанесите, и вот такими движениями, да, проскрабируйте, посмотрите, особенно проработайте зоны, которые вам хотелось бы больше, да, уделите внимание, например, там, у крыльев носа, чтобы, во-первых, воздействовать на первичный слой нашей кожи, да, чтобы он немножко отшлифовался. Я не могу сказать, что там какое-то сильное скрабирование будет, как от пилинг-пэдов, да, например, пилинг-дисков, но, тем не менее, какие-то легкие шелушения можно убрать этим скрабом, и, конечно же, дальше скажу, как-то вообще целую на кожу воздействует, поэтому главное, запомните, это больше пилинг-скатка, ну, то есть, поэтому пользуйтесь ей как пилингом-скаткой, то есть не нужно много, когда много наносите, он хуже скатывается. Вот, давайте я вам покажу текстуру, и уже расскажу, как все это работает и выглядит. Вот, сейчас я нанесла много, сейчас мы с вами распределим. Вот видите, когда много, он не скатывается, ему сложно. Поэтому вы здесь не переборщите, я сейчас сама распределю, и вот на этой стороне уже можно увидеть, да, что у нас такие маленькие-маленькие катушки пошли. Это максимально деликатные частицы, которые ни в коем случае не травмируют вашу кожу, они просто, я не знаю, ну, очень нежные. То есть у меня были другие пилинг-скатки, я помню, когда я сделала адский пилинг у косметолога, а я тогда работала на телевидении, и мне нужно было хорошо выглядеть. И я тогда просто звонила, писала ей и говорила, что мне делать, что мне делать. Я написала эту перенескатку, и я помню, что там воздействие будет такое пожестче. Нет, здесь прям максимально легонько, приятно, такая текстурка хорошая, гелеобразная. Пахнет тоже так освежающе, я бы сказала, такой легкий освежающий аромат. Но что самое интересное, что после этого пилинга ваша кожа просто максимально, смотрите, как красиво подсвечена выглядит. И вообще нет никакой жирной текстуры. Я вот чувствую как будто воду. То есть здесь действительно очень отличное насыщение, но при этом нет какого-то жирного блеска. При этом вы не чувствуете, что ваша кожа перенасыщена. Вы чувствуете такую чистоту, свежесть, легкость, такой даже какой-то легкий холодок по коже. В общем, мне очень сильно нравится. Очень сильного скрабирования не ждите от нее, потому что все-таки это такое поддерживающее средство. Но кожа напитана, и, конечно же, немножко сужаются поры, черные точки начинают так менее ярко быть выражены, если вы постоянно им пользуетесь. То есть, собственно, это вот такая классная история, потому что у меня как раз есть сейчас такие тяжелые скрабы максимальные. Вот, поэтому я рада, что такую легкую какую-то вещицу нашла. Очень приятная, и я, знаете, странный человек в плане ухода. Как я сказала, я не люблю тяжелые кремы, утяжеляющие текстуры, я люблю флюиды. Даже если сейчас посмотреть на мой уход, который в ванной, у меня даже крема полноценного, мне кажется, увлажняющего нет. У меня крем, который называется флюид-сыворотка крема. Вот, потому что, ну, я люблю как-то полегче. И здесь вот такое знакомство приятное достаточно. Двигаемся с вами дальше, и здесь уже у меня удалось выстроить немножко цепочку моего ухода и рассказать о том, как я подготавливаю свою кожу к макияжу. Потому что, что важно, всегда, вот многие пишут, что, Даш, ну ты советуешь крем тональный, а он плохо лежит. Или вот я слышу, что этот крем просто потрясающий, а на мне он как-то не работает. Друзья, нужно всегда подготавливать кожу к макияжу, я не устану об этом говорить. Потому что любой даже самый потрясающий крем, тональный, еще как-то крем тональный, сегодня у меня уход в видео, и такой тональный крем, тон для вашего лица будет лежать нехорошо. Поэтому, пожалуйста, не забывайте увлажнять вашу кожу. И вот эти два любимчика в последнее время просто отодвинули все другие средства, потому что они классные, комфортные, кожа дышит, при этом не утяжеляется, и хорошо работает с макияжем. Это для меня важно, особенно я решила, кстати, сегодня протестировать, именно перед тем, как я наносила макияж, потому что я думаю, ну вот если сейчас подведет меня, если плохо ляжет, как-то пятна, у меня еще тон, в прошлом видео мы с вами смотрели от Chanel, он же вообще такой мягенький, влажный, и была большая вероятность, что я не подружу с сывороткой и кремом. Я думаю, честно вам скажу, ребят, не очень, но все классно, посмотрите, все хорошо вообще лежит, очень достойно, и я считаю, что это, ну в частности, заслуга, конечно, крема офигенного, но и, соответственно, ухода тоже, потому что кожа была хорошо подготовлена, но при этом не утяжелена, не было какого-то эффекта маски, стянутости и все прочее. Соответственно, базовые вещи, которые мы запоминаем, как наши три пальца, первое, что мы делаем перед тем, как наносим макияж, это, конечно же, используем ваш любимый тонер, тоник, называйте, как хотите, это может быть тоник от High Skin, потому что у них тоже очень много всего классного, и в этой линейке тоже есть гиалуроновые тоники, я обожаю гиалуроновые тоники. Вот, у меня, к сожалению, закончился, но вот я тоже люблю, возможно, в дальнейшем приобрету, и, соответственно, потом мы переходим уже к сыворотке и к крему. Я изначально думала, что, наверное, и сыворотка, и крем будет как-то чересчур, но они настолько быстро впитываются, настолько комфортно себя ощущаешь с этими средствами, что, ну, мне понравилось, и я, что самое интересное, и на ночь их использую, но, возможно, если у вас сухая кожа, если вы любите потяжелее текстуру, потому что я вот сразу говорю вам уже пятый раз, что я люблю полегче, и мне на ночь хорошо. Хорошо, если вы любите потяжелее, может быть, что-то питательное на ночь попробовать, но днем, потому что днем очень тяжко с макияжем, особенно, когда еще лето, когда жарко, ты работаешь, прям, ну, душно тебе и в голове, и наружу, вот, то эти средства вместе хорошо работают, поэтому я вот максимально тоже могу их посоветовать. Первое, давайте, что мы посмотрим, это сыворотка, потому что мы наносим сыворотку первую, и здесь тоже самое у нас голубенькая, это же гиалуроновая линейка, и они нам советуют это, господи, раз, два, три, четыре, пять, пятый этап, ну да, то есть там умывание, тонер, скраб, ну, в общем, там много всего, есть куда потратить ваши денежки, поэтому посмотрите. И, соответственно, очень интересный и необычный для меня формат. Смотрите, какая сыворотка, она прям с пипеточкой, очень интересная, но я сразу скажу, что, конечно, выглядит это загадочно, как какая-то пилюлечка, вот, но немножко подтекает, поэтому, потому что очень она жидкая, очень-очень-очень жидкая текстура, которая максимально хорошо так впитывается, не оставляет никаких жирных следов, таких неприятных, липких после себя, но, тем не менее, из-за того, что она очень такая жиденькая, как водичка, она у меня переливается. Ну, я еще люблю так жмякать конкретно, и, в общем, тут поосторожнее, пожалуйста. Либо какой-то дозатор, да, хотелось бы более четенький, либо, ну, просто сами уже следите, и обязательно я советую вам держать ее в чистоте, я просто так ее использую, промывая ватным диском, ну, чтобы у вас просто там не плодились бактерии, иначе вы, как бы, ухода явно не залите на своем лице. Но вернемся уже к упаковочке, смотрите, очень интересная, красивая, мне, ну, правда, смотрится, как какой-то привет футуристический, а еще мне нравится боке на фоне, вы пока полюбуйтесь и на боке, и на бутылочек, потому что это очень красиво. Так, и, соответственно, давайте посмотрим уже на текстуру, посмотрим, как ведет себя рука, вот вы сейчас увидите, что это прям, о-о-о, не полилось, полилось, держите семеро, смотрите, очень-очень жидкая текстура, прям такая, я бы даже сказала, вообще как вода, вот вода с мягким, таким легким намеком, что здесь что-то есть увлажняющее. И поэтому, конечно, вы чувствуете себя максимально хорошо, если вы любите масла в уходе, если у вас есть какие-то еще более такие, да, с тяжелыми питательными компонентами сыворотки, я думаю, что эту сыворотку можно даже, как бы, с чем-то и совместно использовать. Главное посмотреть, чтобы по компонентам это все перекликалось, чтобы по составу не было, бывают такие составы, которые не очень хорошо друг с другом дружат. Поэтому, если вы будете уверены, если вы проверите, проконсультируетесь с вашим косметологом, то я думаю, что это может быть даже как дополнительное средство, потому что, ну вот, все, оно уже впиталось. Тоже, посмотрите, есть легкое такое подсвечивающее сияние, и поэтому, мне кажется, что эти средства как раз больше даже предназначены для того, чтобы быть базой под макияж, потому что в целом гиалуроновая кислота, она по ощущениям, вот по тому, как она чувствуется, она не липкая, она как будто силиконовая, да, такая силиконистая. И мы знаем, что базы под макияж, они как раз-таки у нас содержат зачастую силикон, почему и вот так все смотрится красиво, подтянуто, в корни проваливается. И мне кажется, гиалуроновая кислота это потрясающий аналог, который позволяет вам тоже вот очень хорошо и красиво наносить макияж, то есть хорошо подготовить кожу для макияжа. И вот я считаю, что вот эти два средства, они, вот видите, немножко они подтипают, вот, но могу ей все простить, потому что, конечно, средства хорошие очень, я такие люблю. Вот, и дальше давайте уже поговорим про крем, потому что когда я наношу сыворотку, тоже как я ее наношу, ну, это уже как вы там любите, можно использовать какой-то роллер, да, гуаша и все прочее. Я наношу пальчиками, такими круговыми движениями, обрабатываю тоже зону шеи, зону декольте, потому что, ну, лишнего ухода здесь тоже не бывает, как бы шеечка тоже хочет, чтобы была красивая, потянутая и молодая подольше, вот. Ну, и, соответственно, прорабатываю зоны, которые наиболее важны в макияже, да, могу там под глазами, ну, не под глазами, а то есть ту проработать, тут-то, что у меня вот нос все-таки такой суховатенький. Вот, поэтому сыворотку наносим, как вам комфортно, как вам удобно, мне она нравится, хорошая. И дальше я уже приступаю к крему, я взяла дневной крем, и я все-таки уверена, что там есть еще и ночной, но я подумала, так как я люблю полегче, хотя вот с этой серией я зря переживала, мне кажется, там даже ночной крем будет тоже очень комфортный и хороший, но я подумала, что я не хочу расстраиваться, я хочу радоваться со мной уходу, и поэтому я взяла дневной крем. Тоже упаковка, ну, как я сказала, все очень достойно, вот очень красивая графика, приятно тактильно, в общем, ну, если особенно возьмете по скидке, там, за 400-500 рублей, я считаю, прям хорошо, потому что обычно, ну, видно, когда бюджетная косметика, а здесь прям, ну, нет, ну, прям очень достойно. И смотрите, какой тоже интересный формат, это такая помпа, поэтому очень удобно им пользоваться, очень непривычно. И что мне нравится, что это максимально про гиену, это максимально про то, чтобы у вас не оплодились бактерии там внутри, и все было хорошо, потому что я всегда, у меня просто борьба с совестью. Открываю крем, и я такая, у меня пальцы чистые, залезу пальцами, а потом я такая, о, волосянка, о, нет, ну, в общем, ну, действительно, каждый раз я ругаю себя, думаю, боже, я снимаю этот слой, где там какая-нибудь волосяночка, думаю, все, я умру, потому что там куча бактерий. В общем, я постоянно из-за этого переживаю, ну, конечно, сейчас стараюсь так не делать больше, но все равно, вот это изобретение человечества мне очень понравилось, удобно. Ну, правда, если вы думаете о гигиене, всем, наверное, хотелось бы этого делать, хотя я говорю, я тоже ленивая, но все равно. Давайте посмотрим еще на эту текстурку. Вот, сейчас все красиво. Вот. Видите, я говорила, что это как будто база под макияж, вот, и так как я больше по декоративочке, я прям смотрю и думаю, ммм, а ведь это прям хорошо, это то, что нам надо, мы будем краситься и отлично выглядеть с этими средствами. Вот, смотрите, здесь уже более плотная текстура, понятно, ну, потому что это крем, текстура более плотная, но при этом она по-прежнему такая подвижная, она по-прежнему не маслянистая, ну, понятно, там, судя по составу, и по-прежнему она очень-очень комфортная, кожа с ней дышит. Знаете, вот бывает такое, что, бывают средства, которые ложатся, как пленка, бывают средства, которые впитываются, но когда ты умываешься, у тебя все равно ты чувствуешь, да, что не впиталось. А тут сегодня утром, я нанесла утром, соответственно, эту хоп-то, что у меня кожа, например, очень сухая, и потом я пошла, там, через пару часов в душ, я думаю, как раз сейчас посмотрю, как она впиталась, не впиталась, я лицо мою, а у меня как будто ничего не было. Ну, то есть, понимаете, настолько моя кожа все это впитала, и вы смотрите, как опять свечение красивое. И вот с макияжем это просто играет нам на руку. Представляете, есть еще какую-нибудь подсвечивающую базу, если что-нибудь такое, ну, прям очень красиво. Ну, а на этом наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Спасибо огромное, что провели это время вместе со мной. Мне было очень приятно знакомить вас с этим потрясающим брендом. Думаю, что у нас не за горами еще много интересных брендов. И, соответственно, я с вами прощаюсь ненадолго, потому что новое видео будет совсем скоро. Всех целую, обнимаю, пока!